Всем привет! Меня зовут Кристина Кретова, я пишу для детей. И сейчас я сижу перед вами для того, чтобы рассказать про одну из своих историй, про синеволосую русалку Лину, и прочитать ее. Ну вот на самом деле все началось вот с этой игрушки. Мы путешествовали, тогда у меня была только одна дочка была только. Мы были в Порбо, Финляндии. Этот городок очень славится всякими мастерами, которые все умеют делать. Мне понравилась вот эта русалка. И мой муж побежал и купил ее мне. Хотя на самом деле я не люблю всякие мелочи такие. Вот, как-то... Ну мы ехали в машине дальше в Санкт-Петербург. Ехать было долго, несколько часов. Мы ехали в машине с маленьким ребенком. И поэтому чего только не придумаешь, сидя в машине с маленьким ребенком, чтобы он ехал спокойно. И так родилась история про синеволосую русалку, которую я потом пересказывала много раз. Вот, и она такой стала какой-то семейной историей. И случилось так, через, наверное, год после этого, может больше, что у меня уже, кстати, когда был подписан контракт на издание Асты. И дочери моей подруги исполнялось 11 лет. И мы были в Испании, путешествовали. И я выиграла в творческом конкурсе от Альфа-банка 150 тысяч рублей. И мне как-то хотелось эти деньги, в общем, употребить тоже на творчество. И я решила, что окей, одна книжка у меня подписана с издателем, а одну я сделаю сама и подарю вот эту историю этой девочке, которую зовут Лина. И я выложила ее просто, у меня был тогда кулинарный блог, но он сейчас есть, просто я его не веду, в Инстаграм. Я выложила эту историю в Инстаграм и сказала, написала там, что я ищу иллюстратора, потому что хочу сама издать книжку. Вот, ну и было действительно очень много работы. В итоге Лина вышла в двух вариантах. Одна была акварельная, которую издал мой издатель. Но так как я все-таки намеревалась точно потратить эти деньги, я решила, что буду делать зен-раскраску. С двумя девушками-иллюстраторами, которые мне понравились. Они, кстати, здесь есть. В конце этой книжки мы все нарисованы как русалки. Это Катя Литвинова и Яна Гончарова. Вот мне хотелось, чтобы как можно больше художников, которые участвовали в проекте, все-таки вот получили результат. И, кстати, в итоге эта раскраска тоже вышла в издательстве Питер. Не удалось мне потратить все 150 тысяч на творчество. Как-то они рассосались потом, я даже не знаю на что. Ну, в общем, да. Соответственно, я сижу с вами перед вами вот с этой раскраской. Акварельной, к сожалению, у меня нету. Книжки дома. Вот. Это рисунки художниц, оригиналы которых у меня есть. Вот рисунок обложки. Вот. Ну и в школе я тут сижу. Я хочу вам ее прочитать. Знаешь ли ты, что в морях и океанах обитают не только рыбы, киты и крабы? Скрываясь между скалами, плавают там русалки и тритоны. Живут они в пещерах, которые образуют многочисленные деревни и города. А правят им ими главный тритон Посейдон. Подводные жители почти как люди. Весьма разные. Добрые, не очень. Веселые и печальные. Трудолюбивые лентяи. Как и у людей, беспросветные злодеи среди них встречаются нечасто. Но и добряки, готовые отдать последнее, тоже редкость. По-настоящему отличается морской народ от нас вот чем. Вместо ног у подводных жителей хвосты. Да и размером, что русалки, что тритоны, невелики. Иначе мы давно уже были, бы их обнаружили и многое про них знали. Но все же. Одна история о морских жителях мне известна достаточно точно. Теперь я расскажу ее и вам. Как-то раз в самой обычной морской семье русалки и тритоны, живущей в Финском заливе, родилась девочка-русалочка. Назвали ее Лина. Была она такая же, как и все дети. Здоровенькая и розовощокая. Только волосы у нее росли синие. А на руке красовалось родимое пятно, напоминавшее очертаниями хвост Марлина. Родители пытались показать Лину врачам. Но те только руками разводили. Ребенок абсолютно здоров. После осмотра сказала известная доктор-русалка. А волосы гипятился папа. Я не знаю ни одну русалку с синей шевелюрой. Волосы, волосы, разве это важно? Строго спросила врач. Знали бы вы, какие бывают случаи? Радуйтесь, что малышка не больна. И больше ничего из нее вытянуть не удалось. Родители пытались перекрасить волосы дочери, но из этого ничего попутанного не вышло. Смешиваясь с другими цветами, синий становился фиолетовым, бордовым или еще хуже зеленым. И они прекратили эти эксперименты. Оставалось только надеяться, что с возрастом у дочки все как-нибудь само утрясется. И цвет волос поменяется на обычной русалочи. Кораллово-рыжий, песчано-светлый или черный, как водоросли на глубине. Однако прошел год, волосы морской девочки отросли и погустели. Но цвет их остался прежним. Мама иногда грустно вздыхала, глядя на дочку, а папа стеснялся гулять с поляской ракушкой. Бабушка и вовсе даже в гости не заглядывала. Стыдилась перед соседками, что у нее такая внучка. Хорошо, что русалочка была еще слишком маленькой, чтобы понимать, почему расстраиваются родители и почему не заходит в гости бабушка. Когда Лина подросла, ее отдали в подводный детский сад. К сожалению, и там русалочки-тритончики играли с малышкой неохотно, а став постарше, вовсе принялись дразнить. Лина волосы Марлина пел рыжий тритончик Гарик и дергал девочку за синий локон. Гарик-пескарик, отвечала она и уходила играть в другой угол грота. Лина-марлина вторили другие дети Гарику. Так и прилипло к малышке это прозвище. Особенно ее любила задирать красивая русалочка Марина. Нет-нет, да и подготовит подружек подложить Лине в тарелку вместо камешков, вместо каши или подсунуть на стульчик колючий коралл. Лину в обиду себя не давала, но и ябедничать не любила. Поэтому вскоре начала страницей других детей. Обычно она или играла подальше от всех, или сидела и грустила. Друзей у девочки так и не появилось. Воспитатели ее часто не замечали, и она совсем не любила ходить в сад. Как-то утром Лина попросила маму. Можно я побуду дома? Обещаю, что не буду тебе мешать. По домам мама согласилась, ведь она знала, как нелегко дочке в морском саду. Так и повелось. Теперь по утрам вся семья просыпалась, завтракала, папа уплывал на работу. Алина с мамой оставались дома. Вот у меня есть такая картинка. Русалочка с удовольствием помогала по дому. Еще и нравилось сидеть на пороге пещеры и напевать песенки. Голос у малышки был глубокий и сильный. Ей бы в морскую оперу на обучение сокрушался папа, вернувшись с работы. Только кто ж возьмет с такими волосами? Дело в том, что ни школ, ни университетов, ни колледжей в морском царстве не бывало. Русалочья жизнь коротка, взрослеют морские жители быстро, и у них нет времени на долгую учебу. Поэтому сразу после того, как маленькие русалки и тритоны подрастают и выходят из детского сада, их отдают учиться в то место, где они будут работать тому, в чем они видят свое призвание. Если нравится рисовать, в одну из бесчисленных посудных мастерских. Если тянется оружать с ракушек башню, под мастерье, под тритоном-строителем, которые пробивают морские гроты. Тем, кому по душе петь, одна дорога в морскую оперу. И только солисты ее, закончившие, могут выступить на главном празднике водного царства, ежегодном балу в дворце Посейдона. На приемный экзамен в оперу родители Лину все-таки отвели. Но русалка-педагог, госпожа Виола, посмотрев сквозь очки на синие волосы, даже слушать не стала. Никто такую певицу на сцену не выпустит, отрезала она. Опера отличалась очень строгим подходом не только к обучению, но и к внешнему виду своих учеников, будущих артистов. Русалко. Оттуда всегда можно было узнать поаккуратно убранным в пучок волосам, от ритона по галстуку бабочки и безукоризненной осанки. Все они гордились тем, что имеют отношение к самой опере. Зато, выйдя с экзамена, Лина встретила довольную Марину, которая только что прошла отбор. «Меня взяли в класс А», победоносно заявила она. «Это значит, что уже летом я могу попасть в оркестр на балу Посейдона, а тебя?» «Меня нет», – тихо, но уверенно сказала Лина. Она была сильной девочкой и не могла себе позволить разрыдаться в присутствии обидчицы. Однако, еще не примирившись с огорчением, девочка хотела побыстрее оказаться дома. Лина потянула маму за руку. «Пойдем скорее». Русалочка вернулась в родную пещеру расстроенной, забилась в свой уголок и уже там расплакалась. Это было не очень заметно, ведь соленые слезы тут же смывала соленая вода. Родители тоже были опечалены, ведь кроме пения и музыки Лине больше ничего не нравилось. А если бы понравилось, то на приличную работу с волосами такого цвета и родимым пятном, напоминающим татуировку, напоминающим татуировку, ее бы не взяли. Она выглядит, как распущенная русалка из Южных морей, сокрушалась за чашкой чая бабушка, когда мама бывала, приходила к ней в гости, ведь внучку-то по-прежнему не желала знать. Надо пригласить Тритона Камертона, вдруг осенила маму как-то вечером. Он отличный учитель музыки, сложно заниматься с Линой на дому, тем более наш сосед. Хорошая идея, главное, чтобы Камертон был не против. Он очень придирчив к своим ученикам и занимается только с малышами, а Лина уже слишком взрослая. Папа воздохнул, однако договариваться с Тритоном пошел. На удивление Камертон легко согласился. Он и правда жил неподалеку и не расслышал, как поет русалочка. Более примерные ученики, чем Лина было не сыскать. Она прибегала к Тритону утром, пела и играла на разных инструментах и старательно записывала ноты в тетрадь на уроках с Альфеджио. Домой возвращалась только поесть и поспать. Для девочки наступило самое счастливое время в жизни. Она полюбила Камертону всем сердцем, хотя он был предельно строг и часто холоден. Но даже такой суровый и придирчивый учитель, видя, как русалочка старается, нет-нет, да и глядел теплее. Или даже ворчал. Хватит заниматься, шла бы поиграть с ребятами. А можно я на фортепиано еще поиграю, отвечала на это Лина и оставалась у Тритона до позднего вечера. Больше всего русалочке нравились уроки вокала, когда Камертон аккомпанировал ей на гитаре или фортепиано, иногда отстукивая ритм хвостом. А Лина пела. Девочка росла, и голос ее становился еще глубже и сильнее. Тритон иногда и сам так увлекался их уроком, что забывал о времени. Как-то раз во время занятий в пещеру Камертона постучали. Это оказались Марина с мамой. Вот он, да, Камертон с Линой, я покажу. «Мы вам не помешаем?» Робко спросила русалка «Натали, мама Марины». «Есть немного», — ответил суровый Тритон, но тем не менее пригласил посетителей не свойти. «Мы хотели вас попросить, чтобы вы послушали Марину. Может быть, вы согласитесь с ней заниматься?» Робко начала Натали. «Насколько я помню, ваша дочка училась в опере», — возразил Камертон. «Зачем вам мои скромные уроки?» Марина залилась краской, ее мама продолжила. «Дело в том, что у Марина умер дедушка», «весьма сожалею», — отозвался Камертон. Тритон Гобой был талантливым музыкантом, хоть и играл рок, вольную мелодию южных морей, так и не попробовав себя в классической музыке. «Да, он делал только то, чего ему действительно хотелось. Он умер там в южных водах. Хотя мы не желали, чтобы наш Гобой в лета возрасте играл на этих ужасных концертах. Мы предупреждали. И все же, почему вы здесь?» Марина покраснела еще больше, а мама подплыла к дочке и откинула с ее шеи распущенные волосы. Там олила татуировкой в трезубец, символ свободного народа южных морей. «Марина сделала ее тайком от меня в память о дедушке, ведь он столько с ней занимался, пока жил с нами». «Да», — протянул камертон в замешательстве. «Мы пытались скрыть эту картинку под распущенными волосами, но в опере строгие правила. Госпожа Виола, увидев ее как-то раз, дальше мама не смогла продолжить. Впрочем, что Марину выгнали из класса оперы, было ясно и так. «Ну что же», — нарушил молчание тритон, «посмотрим, на что вы способны», и протянул гитару Марине, которая сразу же заиграла. Ее переборы действительно были техничными и в то же время душевными. Камертон довольно потер руки, а из вас может получиться отличный дуэт девочки. Лина только недоверчиво повела плечами, но промолчала. Марине же было не до возражений. Так и остались Марина учиться у тритона. Среди учеников Лина с Мариной были самыми взрослыми, и одна настолько любила петь, насколько другая музыцировать. Мало-помалу отношения русалочек наладились. Шло время. Лина превратилась в девушку-русалку с глазами лазурного цвета и алыми, как морские звезды, губами. Волосы у нее по-прежнему были синими. Когда Камертон объявил, что больше ничему научить русалочку не сможет, Лина сначала расстроилась. Она знала, что ни в один даже самый маленький музыкальный ансамбль такое чучело не возьмут. А значит, ей не светят выступать даже на деревенских праздниках. И пению конец. Потом ее осенила идея попросить преподавателя разрешить ей помогать с другими учениками. Камертон с радостью согласился. А такой способной и увлеченной помощницы, как Лина, любой преподаватель мог только мечтать. Но главное, несмотря на сдержанность, она была добра и терпелива. И значит, справедливо рассудил Камертон со временем научиться замечательно учить других. Работа русалке нравилась. Она очень привязалась к малышам, будущим музыкантам. И от души радовалась, что помогает им. Вот только петь волю на уроках не получалось. Поэтому после занятий Лина укладывала на своем морском коньке... А, Лина уплывала на своем морском коньке далеко за скалы. И, скрывшись ото всех, в полный голос исполняла любые мои песни. Там далеко в океанах пела она с особенным чувством. Эта песня нравилась русалочке больше других, ведь ей так хотелось попутешествовать. Как-то раз Лина заплывала дальше, чем обычно. Туда, где, как ей казалось, уж точно никто не мог ее видеть и слышать. И запела в полную силу. Однако так случилось, что мимо в своей украшенной жемчугом и серебром карете проплывал главный концентрмейстер Бала Посейдона Тритон Грант. «Кто это там заливается?» удивленно спросил он возницу. «Не могу знать ваше тритонство. Так надо узнать. Плывем на голос немедленно». Спустя несколько поворотов рифов и гротов концентрмейстер обнаружил Лину, которая в одиночестве пела так, будто стояла на лучшей морской сцене. Грант настолько обрадовался находке, что его не смутили даже синие волосы. «Тритон Грант главный концентрмейстер Бала Посейдона». Важно представился он и с достоинством кланяясь. «Вы чудесно поете». «Лина, ученица Тритона Камертона», ответила застегнутая врасплох Лина и неловко сделала хвостом реверанс. «Не согласитесь ли вы петь на полу Посейдона в этом году?» «Да-да», взволнованно прошептала русалочка. В этот момент у и без того сдержанной Лины перехватила дух. Ей было тяжело выдавить из себя даже одно коротенькое слово. Дальше все развивалось так стремительно и волшебно, как бывает только в сказках. А еще, если не жалея сил, учишься по настоящему любимому делу. Однажды, когда и ожидать-то странно, тебе внезапно ведет, и твои таланты и труд оказываются замеченными. Думаете, Лина спела на балу и в нее влюбился сын морского владыки? А вот и нет. Когда она пришла на репетицию, первым, кому она увидела в ансамбле, был Тритон Гарик. «Ну что, начнем, Пискарик?» спросила Лина. «Поехали», бросил тот уверенно и ударил по струнам гитары. Однако после того, что она створилась в морской воде. Музыкант долго не мог вымолвить ни слова. Линин голос был настолько прекрасен, а в пении было столько чувства, что Гарик влюбился раз и навсегда. Выступление Лины на балу прошло отлично. Посейдон встал с трона, чтобы ей поаплодировать, а молодой принц кричал «Браво!» из своей ложи. Вот есть картинка. Еще покажу. Были на балу и родители Лины с бабушкой, с которой в перерыве подплыл сам концентр-мейстер Грант. «Как вы намертно гордитесь такой талантливой внучкой?» прогудил он вежливым басом. «Конечно, важно», ответила бабушка и сделала вид, что не заметила, как подмигнул маме Лине, папа, и как улыбается та в ответ. «Русалки и тритоны просили Лину и ансамбль выступать на бис, а Виола, строгий преподаватель оперы, сняв очки, вытирала хвостом слезы, то ли от восторга, то ли от расстройства, что проглядела такую талантливую ученицу. Этого мы никогда не узнаем, зато точно известно, что после бала «Русалочка» ее музыканты стали очень популярными, их постоянно приглашали на всякие праздники и фестивали. Кстати, Лина позвала в ансамбль «Марину», так что теперь ей аккомпанировали сразу два талантливых гитариста. Любленный Гарик постепенно завоевал Лининое сердце, где раньше было место только музыке и мечтам о дальних странах. Теперь мечты исполнились и могли потесниться. Вместе Лина и Гарик путешествовали по всем концертным площадкам четырех океанов. Побывали они в восточных и в западных и в свободных южных морях, выступали и у мыса Горной, и у Камчатки. Их группа «Хвост Марлина» так прославилась, Алину настолько полюбили поклонники, что другие русалки, мечтая стать похожими на нее, начали красить волосы в синий цвет. Да что там русалки, даже на улицах человеческих городов сейчас можно встретить девушек с волосами «Цвета моря в ясный день». Как-то раз далеко от родного Финского залива после концерта, на котором «Хвост Марлина» вызывали на бис шесть раз, Лина сказала Гарику «Я так скучаю по домам по маме и папе, по Тритону Камертону и своим маленьким ученикам. Хочешь, чтобы мы вернулись в родные воды?» Лина задумалась. Да, помолчав, сказала она. Лина с Гариком приплыли в свой залив, поженились и начали преподавать в школе Камертона, иногда выступая на местных праздниках и фестивалях. Тритон стал уже настолько стар и слаб, что был лишь рад этому. Его частная практика теперь превратилась в целую школу и занимала просторную пещеру недалеко от оперы. Через какое-то время у рыжего Гарика и синеволосой Лины родился триточек Данил. Милый, здоровый малыш с зелеными, как мелководные водоросли, волосами. Бабушка Лины первая пришла посмотреть на правнука и принесла в подарок погремушку из коралла. «Уж поверьте моему опыту», заявила она. «Он будет талантлив, как его мать. С удовольствием возьмусь с ним нянчиться». А как же Марина? Вы о ней не забыли? Она не захотела возвращаться в Финский залив и живет где-то в вольных южных морях. Выступает в самых известных залах и пользуется большой популярностью. Иногда гастрольный сезон заплывает в родные и северные воды навестить родителей и друзей и обязательно дает пару уроков в школе у подруги Лины. На этих уроках обычно не так много музыки, зато полным-полно рассказов о дальних морях, чужих странах, незнакомых обычаях и, конечно, толпах поклонников, осаждающих цену. Молодые русалочки-дрехутонщики, среди них и Данил, слушают, затаив дыхание. Ведь в подводном мире, как в людском, молодых всегда влекут славу, победы и мечты о дальних морях и свободных водах, которые обязательно сбудутся, если быть честным с собой и найти свой путь. Я еще немножко дорасскажу про эту книжку. Я сейчас ее читала. Вот здесь есть в чем ее принцип, что кроме истории это все-таки обычная раскраска. Можно ее раскрашивать самостоятельно и постепенно-постепенно участие художников в картинках уменьшается. Вот. Зен – это же такое, да, искусство, которое придумали американцы для тех людей, которые не умеют медитировать для того, чтобы им в этом помочь. В конце книги, вообще, кроме моего текста, есть еще текст психотерапевта и моей подруги Аглайда Тушинца, которая написала уже статью для родителей о том, что делать, если твой ребенок не похож на других. Вот. Ну и еще, как я сказала, да, есть портреты нас четырех в виде русалок. Есть такая страничка для заметок или для рисунков, которые захочется сделать. Ну и вот здесь в конце, да, можно пририсовать какие-нибудь наброшки. Всем спасибо! Пока! Субтитры подогнал «Симон»